приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как посмотреть открытые порты в линуксе в реальном времени если вы готовы если вы на месте пожалуйста напишите плюс в чат ну или в комментарии ми 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 проверка связи ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садико где мы помогаем студентам начать эти карьеру один специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-классы новый формат обучения основанный на принципе леным байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умения и навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируем и лучшему поэтому коллеги присоединяйтесь и так важный момент начнем как обычно традиционность теории что же такое порты и так коллеги что же такое порт порт это имеется в виду не физический порт это не физический какой-то там разъем а это логический логический да то есть логический порт вы скажете а в чем же логика дело в том что каждое приложение имеет свой порт свой порт на свой порт подключения когда вы выполняете запуск приложения одно приложение подключается к другому приложению и как раз вот этот вот логический номер приложения и называется порту что важно порты есть источника и порты есть назначение таким образом если я запускаю браузер браузер вот например запускаю firefox таким образом firefox а есть порт источника он выбирается любой случайный свободный от 1024 по 65 тысяч 535 ну а дальше браузер подключается к серверу к веб-серверу ну например по протоколу https соответственно порт назначения будет 443 таким образом получается у нас есть порты источника этот куда идет соединение куда на порт назначения на какой-то там веб-сервер на какое-то там приложение на какую-то службу таким образом что получается получается что вот иногда возникает потребность посмотреть какие спорты у вас открыты какие у вас есть соединения куда что как происходит и вот как раз сегодняшний мастер-класс как раз этому и будет посвящен и так если вы поняли что такое порты зачем они нужны пожалуйста напишите цифру 1 в чат ну или в комментарии это означает что вы супер-пупер молодец ну а мы перейдем к следующему этапу как это дело все посмотреть так вот коллеги для того чтобы вам было легче все это дело смотреть я подготовил специально для вас 2 статьи в нашем блоге ссылки на эти статьи вы найдете под этими видео в описании в чате поэтому можно не присматриваться там к видео что там ссылку не очень видно да а под видео просто нажать на ссылку можно перейти и все это дело повторить и все это дело потренироваться поэтому запускаем присоединяемся и давайте двигаться вперед и так возникает вопрос коллеги как же смотреть это дело все так вот существует несколько утилит с помощью которых вы можете посмотреть какие порты у вас открыты вот прям сейчас в вашем линуксе вариант номер один это утилита нет стат но какой важный момент то что то что утилита нет стат она по умолчанию не везде стоит вот например у меня здесь какая-то 20 у бунта да поэтому здесь уже по моему нет стата нету посмотрите да то есть новых версиях линукса нету нет стата поэтому на 100 работает на старых версиях линукса ну или нужно отдельно дополнительно установить пакет на tools для того чтобы у вас этот самый нет стат заработал но так как у меня линукс поноверить то я соответственно буду пользоваться более новой утилитой который позволяет посмотреть порты это утилита ss ss и так давайте посмотрим какие же у меня здесь есть порты открытые и что же вообще у меня на ноутбуке происходит для этого пишем судом почему суда потому что смотреть порты нужно иметь привилегии да то есть ну должен быть у вас root доступ привилегированный и вот тогда вы сможете посмотреть там люди пишны например порты и так пишем суда дальше ss минус а дальше пошли опции ну например ту lpn и вот я нажимаю дальше ввожу пароль отсюда и таким образом пожалуйста какие у меня порты сейчас открытые на именно на прослушивание да то есть это порты назначения которые открыты сейчас у меня те службы которые слушают входящее подключение ну и вот здесь вот вы можете наблюдать что у меня здесь есть у дипишные порт эти сипишные local address это вот откуда какие порты конкретно открыты прослушиваются там ну что мне прослушаться 53 да есть каши киширующий dns сервер тэш cp работает тут вот служба сиюпс печати вот 22 вот ssh у меня открытый но dns до 631 тоже сьюпс вот дальше пир адрес это откуда может быть выполнено подключение нули означает любой адрес то есть любого адреса в интернете вот мои службы ждут входящих подключений ну а здесь где колонка процесс из пожалуйста видно какие же службы запущены процесс айди виде например там да вот там sshd процесса 1030 и соответственно вот эта служба работает и ждет входящих подключений удобно удобно да то есть вот таким образом вы можете это дело все посмотреть но что важно то что я запустил эту команду ну и все и в эта команда вывела мне конкретные порты вот прямо на сейчас да и все как бы я запустил эту команду там сколько минуту назад уже информация может быть поменяться до поменяться давайте попробуем запустить ту же самую команду только уже на нашем веб-сервере вот на котором кстати крутится блок посмотрим что же здесь и так суда дальше сс пробел минус ту п.н. и пожалуйста вот такая вот здесь картина да я вот так вот расширю это дело все но принцип тот же самый да вот здесь больше служб всяких там да вот здесь apache там у меня вот работает тоже видно какие службы принимают входящие подключение да то есть вот конкретно те службы видны так давайте наверно clear очистим может вот так вот будет получше видно да получше не они помещаются все равно не помещается поэтому переносит вот все это дело можно попробовать перенаправить давайте попробуем перенаправить в лес может в лесе будет это более удобно да вот лес смотрите как лес это дело все в одну строчку все-таки забабахал да и вот это дело все видно то есть вот таким образом коллеги это дело все можно смотреть но еще раз коллеги в чем недостаток всего этого всей этой технологии в том что когда вы ввели команду то вот на момент ввода команда вы видите вот эту вот информацию и возникает вопрос а как же нам сделать так чтобы эта информация у нас обновлялась чтобы мы видели в реальном времени что же у нас происходит какие порты у нас открывается какие закрываются до что у нас прослушивают и вот здесь вот появляется утилита watch которая помогает запускать команду по сути каждые две секунды каждые две секунды но это по умолчанию до таким образом если я здесь вот возьму и у себя запущу значит вот так вот сюда дальше вот в чем дальше с с минус ту н.д. и таким образом ввожу пароль пароль и дальше вот посмотрите every two seconds да то есть вот каждые две секунды у меня вот эти данные будут обновляться вот каждые две секунды каждые две секунды вот смотрите две секунды прошло информация обновилась да теперь ждем еще две секунды две секунды две секунды две секунды обновилась но ничего не поменялось да вот окей вы скажете что две секунды сильно долго можно ли как бы ускорить этот весь процесс обновления до коллеги можно так control c прервать значит для этого мы watch запускаем с опцией минус n а дальше пишем сколько секунд раз в сколько секунд выполнять вот это самое обновление то например минус n 1 и таким образом обновление будет происходить раз в секунду every second да то есть вот пожалуйста все это дело обновляется теперь каждую секунду вот мы можем это дело все смотреть значит но так как у меня ноутбуки здесь картина не очень как бы жизни на этой на этом ноутбуке не очень много да поэтому поэтому давайте мы попробуем аналогичную команду запустить уже на веб сервере где все-таки жизни как говорится побольше и соответственно соответственно здесь можно вот чем так дальше минус n 1 с с минус ту н и таким образом вот пожалуйста смотрите все у меня здесь жизнь на сервере происходит и таким образом это дело все обновляется и в принципе видно что вот там что-то в сфтпд какие-то там подключение что-то происходит да вот а патч там туда-сюда чуть дергается там да вот все это дело вот так вот можно отслеживать в реальном времени значит что теперь на счет вы скажете что то тут не все в этой таблице видно да коллеги есть важный момент то что по умолчанию ну или вот вот та команда которую мы конкретно вводили вот эти вот опции т.ю.л.п.н. они позволяют показывать только только по сути входящие подключение да то есть показывать порты назначение но здесь нету портов источника но для того чтобы вы могли разобраться с утилитой ss я вам рекомендую вторую нашу статью с блога ссылку на нее вы найдете под этим видео в описании в чате в комментариях и вот здесь вот важные опции для команды ss очень сильно рекомендую здесь 12 примеров вы наверняка для себя что-то найдете и так что важно то что мы использовали опцию l а опция l выводит только прослушаемые сокеты до прослушаемые порты и это как бы не очень удобно а я хочу видеть вот все все соединения входящие исходящие вот поэтому да если использовать опцию только опцию т то это будут отображаться только tcp порты данте себе порты вот поэтому вы можете это дело все как говорится подредактировать под себя под себя да то есть вот эту вот команду которую мы только что пользовались ну например l вредная да то есть я хочу все порты тем мне не надо ю это югипи да то есть пускай будет только tcp вот давайте запустим вот с такими опциями да tpn вот и соответственно здесь f11 и таким образом смотрите видно даже входящее подключение и обратите внимание стоит вот и стаблише да то есть вот установленное соединение ну и вот пожалуйста мы видим то что где-то тут соединение финвейт завершается да то есть и пожалуйста вот видно входящее подключение на 443 порт что вот у меня смотрите как происходит подключение клиентов к нашему блогу вот прям в реальном времени и это все еще раз это у нас порты tcp до tcp то есть вот таким образом коллеги получается что вы можете отслеживать то есть зачем вообще это все дело возникает вопрос а для того чтобы отслеживать в реальном времени вот вас там служба есть есть она работает работает входящее подключение валят сюда или не валит смотрите как валято вот валят валято то есть вот есть входящие подключение то есть вот такой вот у нас сегодня интересный мастер-класс я бы так сказал полезный позволяет вот то есть не просто там кто-то скажет то можно запустить в аиршарке там увидеть тогда ну да можно но там она же все списком валит и не очень удобно вообще все это дело в принципе здесь вот намного удобней и соответственно я бы сказал полезно да вот таким вот образом это дело все смотреть но что интересно коллеги то что вы можете еще раз почитать вот эту статью 12 примеров команды сс здесь можно выполнять фильтрацию по портам по каким-то еще критериям то есть какие вам там нужны там да то есть можно например идентификатор процесса можно вообще убрать например там control c давайте уберем букву птн вот например да то есть вот пожалуйста все сокеты входящие tcp вот они здесь все отображаются да прям удобно удобно то есть пожалуйста посмотрите подберите под себя те опции которые вам нужны для конкретных задач можно фильтровать там и пивы 4 и пивы 6 но или вот по портам посмотрите опции тоже можно то есть если вас интересует топ то есть одна конкретная какая-то служба ну сделайте это для одной конкретной службы там вот ftp например там да или какой-то там сиюбс какой-то или там еще что то то есть вот такая вот интересная штука поэтому пользуйтесь я думаю что это весьма полезно да то есть вот такие вот опции все это дело прям вот так вот можно смотреть анализируем можно чистою дипи порты давайте посмотрим чистою дипи порты какие на сервере у меня доступны а ничего не доступно почему ну потому что это веб-сервер там юдипи никаких служб нету вообще в принципе да то есть никаких динсов ничего нету поэтому здесь и пусто да то есть вот вот так это дело все коллеги отслеживается и в принципе удобно всем этим делом пользоваться и никаких проблем нету и так надеюсь вы за мной все это дело повторили пожалуйста коллеги повторяйте все за мной чтобы у вас все получилось если у вас есть какие-либо вопросы то пожалуйста задавайте я с удовольствием на них отвечу кто будет смотреть в записи сегодняшний мастер-класс вопросы пожалуйста принимаются в комментарии да то есть вот пишите мы с удовольствием я буду вам помогать все что моих силах чтобы вы все это дело могли освоить и всем этим делом пользоваться но коллеги что какой важный момент если для вас был полезен сегодняшний мастер-класс оцените его лайком нравликом в подобайкой ну или просто поставьте палец вверх если для вас интересна тема линукса сети кибербезопасности программируемых систем я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания разложить вот так вот по полочкам проделать у наших студентов всегда все получается почему потому что легко доносится материал да то есть уберешь консульт запускаешь выйдешь команду и все получается никаких сложностей нету мы даем скидку на международную сертификацию помогаем с международной сертификацией и что важно помогаем с трудоустройством в большие международные компании поэтому коллеги присоединяйтесь на наши курсы подавайте заявочки на те курсы которые вам интересны ну и будем двигаться вперед ну а на этом все всем пока